В эфире Рыбака Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Сейчас главные новости к этому часу. По итогам пяти месяцев Башкортостан вошел в тройку регионов лидеров по количеству выданных потребительских кредитов. С января по май более 204 тысяч новых займов. Это на 35 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. В целом по стране рост составил 29 процентов. На первом месте в рейтинге регионов находится Краснодарский край, где выдано 227 тысяч кредитов или на 29 процентов больше, чем годом ранее. На втором месте Москва 215 тысяч кредитов, рост 27 процентов. Наши соседи из Татарстана находятся на пятом месте. 192 тысячи новых займов, рост на четверть. Замыкает топ-10 Кемеровскую область, 145 тысяч займов и 20 процентный рост. Согласно аналитике Национального бюро кредитных историй, в 2017 году банки практически восстановили свой докризисный аппетит к риску и активно наращивают выдачу потребительских кредитов. В парламенте Башкортостана готовят пакеты изменений в закон Республики о пчеловодстве. Нововведения призваны ограничить ввоз пчел из других стран и регионов. По мнению законодателей, привозные насекомые не адаптированы к нашему климату и не способны пережить суровые зимние условия. По замыслу авторов, изменения помогут обезопасить республику от масштабной гибели пчел, которая наблюдается в этом году. Специалисты до сих пор расходятся в оценке масштабов. Называются цифры от 4 до 32 процентов. Новый закон позволит ввозить только пчел так называемых районизированных видов, то есть приспособленных к существующим в республике условиям. По сути, на законодательном уровне приоритет отдается башкирской пчеле. По мнению ряда экспертов, ее существование под угрозой. Кроме того, ввоз пчел извне порождает рост заболеваемости медоносных насекомых. Мы нашли именно в федеральных законах, именно нашли тот лазик, именно момент, который мы здесь внесли. Это первостепенно доказали, что пчеловодство является водством животноводства. Когда заводятся на территорию нашей республики Ваштан коровы, свиньи и так далее из других регионов, ставится на карантин. Поэтому пчеловодство, кто завезет из Узбекистана пчел, здесь законопись они должны установить на карантин на 30 дней. Еще одна цель нововведений – борьба за качество башкирского меда. В последнее время, по словам специалистов, растет количество контрафактной продукции, которая, с одной стороны, отвечает требованиям российского ГОСТа, с другой – не соответствует стандарту бренда. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро снова подорожали. Курс американской валюты вырос на 62 копейки и оценивается в 58,57. Европейская валюта в плюсе на 46 копеек – 65,32. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Промтрансбанке и Телекоммерсбанке за 59,45, продажа в Солидбанке за 59,68. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в «Уралкапиталбанке» и Телекоммерсбанке за 66,15. По продаже также в Солидбанке за 66,42. Компания «Башкира Автодор» выполнит реконструкцию дороги Бирск-Тастуба-Садка за 2,773,000,000 рублей. Министерство экономического развития Башкортостана признало госкомпанию победителем аукциона на первый и второй этап реконструкции трассы, сообщает «Интерфакс». Начальная стоимость лота на 178 миллионов дороже – 2,951,000,000 рублей. Другой участник торгов – компания «Дор Трансстрой» была готова выполнить работу за 2,788,000,000 рублей, что на 15,000,000 больше, чем «Башкира Автодор». Реконструкция трассы пройдет в три этапа. Подрядчик объявлен пока только на первые два. Общая стоимость реконструкции дороги в обход села Краидель составит около 6,000,000,000 рублей. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин